я запустил трансляцию мы с вами должны о чем поговорить сейчас несколько минут назад просто мне не выдержало настроение такое сами знаете в каком мире мы живем сегодня 6 апреля вы знаете что творится петля уже накинута на нашу шею постепенно сдавливается можно ли этому противостоять можно вот как песни поется я вам не скажу за всю одессу я бы не скажу за всю россию сильно много мудрых людей завтра правительство объявит какие меры отчитается принимает по импортозамещению вот я вам скажу чего там не будет никогда потому что больше 20 лет мы публикация звучит эта тема дайте людям землю это было такой дикой насмешкой при полярный округ там дать землю и на дальнем истоке миллионный гектар зарастает лесом никогда не вернется она пахотное состояние никогда забыли про ножки буша и нам будут говорить что у нас все будет у нас все сразу резается и цены соответственно растут носите на 10 процентов не хватит какой-то продукции где-то очереди где-то выбросит мне выбросит помните старый термин но когда на 10 процентов исчезнет продукция на 90 можно будет жить чуть-чуть поджав животы нет цены выросли два раза еще 10 процентов еще два раза так устроен мир и вот для этого я еще раз говорю никогда на этом правительстве я уже в отчаянии я уверен в этом там сидят люди которые даже в этом мире отдайте люди землю чтобы человек взял из жадности и жадности чтобы еще желательно подвести его туда сети сами знаете какие то что ходит понятие инженерной сети электро трубы и прочее газ но это уже ладно просто дайте землю и уже многие из нас смотрят свою картошку этот позор картошка сибири из израиля и египта прекратится это первое второе моя любимая тема саженцы и опять поднимутся цены меньше будет не будет польских яблок цены поднимутся молдавских не будет цены поднимутся но также а свои так нет ни хрена почему рынке этим всем завалены а если часа умирают 1000 я решил эту тему немножко продолжить почему не докричусь я понимаю сами буду справляться вот это вот я заменю слова чужие сады в другие сады я не буду все это показывать здесь персики абрикосы сливы яблоки груши вся эта роскошь которая завоевывает россию на медленно слишком медленно почему потому что на рынке царствует золотой телец есть такое выражение люди гибнут за металл сады гибнут за металл все гибнет смотрите я не мне это не они не болтут вот пока рынок завален южными сортами они все равно придут с ажикистана с узбекистана придут из молдави через казахстан придут отовсюду придут а противопоставить нечего сейчас покажу все же как кругом санкции а объявление все те же где-то за 200 300 рублей продают вроде морозковый санс одета по 4 6 8000 который благодарите который еще быстрее у тебя все даже по 10 по 20 тысяч продают за штук смотрите это наш святой он бы там на том свете наверно горестно это качает голову да шашу нас в россии творится такое я покажу что творится начале чуть-чуть тихое утро пронизывал всеми темного солнца цветущие яблони на спиной монаха виднеет сауль это не простой монах это монах ослябе он отдал жизнь за родину вот а изображен садоводом ко мне это так приятно я надеюсь что именно он на том свете как бы сказать курирует садоводство извините за такую фразу нашу земную фразу вот он ослябе готов он воин христов побери свои яблони а потом взял меч и стремится в самый ад куликовской битвы а у нас свой ад саду железово визит на карточкой шашинского района производственная практика выпускницы красной дипломницы государственного университета савинич и лена саду железово вот помните когда-то был мультфильм и там не мультфильм а ярлаш это мама говорила не дружи с вас не дружи с вашкой он научит плохому не дружи с вашкой вот всего две студентки совсем гигантской россии из тысяч тысяч эти тысячи не умеют выращивать саженцы ой я оговорился сады кто им доверит они же их то учили как убивать а не растить сразу с посадки с прививки с обрезки вот видели это мне дает право дальше продолжать разговор таких абрикосов нет ни у кого на всей планете почему потому что это незаконно рожденные ими они не их нету ущипните себя вы видите это ранятки у него в руки анатолий огнём мои первые абрикосы земной было минус 47 это второй предел не только вот эта роскошь мои вот это вот видите это моя абрикосик макарова вниз внук и вот теперь я потом перейду конкретно вначале мошеннических сайтов и все стерегно надо было всего сотня но даже прошло 6 лет вот это сотня но это абсолютное большинство в нашей россии каждый квадрат каждый квадрат вот 1 2 3 4 5 6 7 8 9 короче 20 20 и в общем сотня так вот на них мои фотографии то есть вся эта сотня вот моя фотография вот 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 все все мои 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 это очень хороший ценный полезный человек раскопал и сделал вот такой вот каждый год небольшой квадрат мое 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 слива шикарно андра вот она повторяется раз два три четыре пять шесть и везде люди думают что у них будет такая слива и будут думать что у них такие абрикосы что они будут персики назвали персик сибиряком персик сибиряк и люди верят зуру вот один вот второй только эти два этот и этот а теперь то их оказалось то сотня а теперь у нас нету сотню еще на сотню вот это действительность и ничего про это не будет сказано и про садоваться не будет и вся это считается что у нас все прекрасно и путина возили медведя возили по краснодарскому краю ни разу никто ведь не спросил где ваш абрикос а почему в сибирь надо ехать за абрикоса или выписывать себе вот видите это каждая это это вся ага это собой вся наша российская занимающийся занимающийся сады эти самые занимающиеся плодопитомники которые еще и врачи такую ерунду уже перешли на жимолость на черно это самый на аронию на красноплодную на эту вот приводит на всякую херню те же абрикосы на кустарнике через два-три года смерти это еще наши а это просто украдено фотографии мои мои подчеркиваю я и лидер все российский мировой вы фотографии возглавляют рейтинги у всех этих нажмите абрикос королевский нажмите абрикос серафим нажмите абрикос академии увидим первых рядах мои фотографии это мировые лидеры но на но у меня а у них это просто картинка чтобы кого это самое дровишки продать поняли да сейчас мы перейдем к делу сейчас мы перейдем к делу боже мой ладно сейчас мы не будем это огромная длинная папка где сотни мест в россии где уже мои персики во всем кладалось это еще не персики они похожи на персики это все надо листать долго вот они персики листать долго и все это доказательно все это в садах все это на книгах ой в этих разговорах в статьях переписки в фильмах самодельных все теперь мы с вами оказываемся здесь смотрите внимательно вот ну например вот здесь так уж получилось так уж получилось значит я начал с этого видите но не совсем у меня получилось так что в яндексе я увидел картинку я вот эти вот все фотографии верхней жизни знать почему это как раз есть первые десятки том числе мои останется время покажу этих лидеров а сейчас получается так я нажимаю на стрелку возвращаюсь назад смотрите вот видите я вижу саженцы плодовых деревьев я вижу что это виксад я ничего против не имею вот вы можете позвонить 8 970 806 273 все ради скажет мы все вырастили сами пока поверю почему нет почему же нет давайте посмотрим сюда у нас сейчас смотрите как получается я был шокирован знаете когда все скажу почему я к ним пристал я был шокирован когда у меня есть такая привычка листать до конца я вижу что фотографии это не их но и с детства помню сколько людям надо верить как правильно выбрать саженцы как выбрать саженцы для посадки место доставка из крыма саженцы из крыма но уже в конце должно быть понятно что в россии все они умрут все что попадет нижегородская область письмо у нас на вы поверите нет я сам бы не поверил если бы это не писал солиднейший человек из авторитета у нас было ночью на уровне почвы возле нижнего номера минус 52 вот так ну пусть это одна ночь пусть на уровне вот это да а тут с крыма саженцы конечно надо чтобы это было исключено меня удивило вот это я долистал до конца убедился в том что это не их саженцы что у них сада нет у них наверное есть сад но нет вот все это роскоши которая у них на сайте вот смотрите я бы и дальше вону 101 первый не обманщик нет они не обманывают немножко фантазии тут смотрите как отличить перекупщика когда я вот прочитал вот эту фразу как отличить перекупщика производителя а мне надо вернуться буквально секунду запись идет так запись то идет мы будем надеяться что идет так допустим запись поехали дальше надеюсь что все в порядке и так как отличить перекупщика я думаю вот уж наверно это второй случай нет третий случай настоящая саженцы есть не очень мало питомников лидером конечно является мой сын и сергей железов таких саженцев практически нет больше ни у кого вот они по особо правилам вращены да еще в сибири вот из тех кто раскручен кто постоянно маячит венды к джене единственный питомник где я точно знаю в рай торгует своими саженцами это питомник гсу поселка поселка субботина шушенский район красавского края и так я смотрю что будет дальше смотрите смотрю что будет дальше и так они взялись нас учить значит если люди так смело пишут в своем сайте отличить перекупщика от производителя как отличить это точно производить ну точно тогда я нажал посмотреть получимся и выслали давайте вот я вижу и вот этот товарищ нас пишет в одной из своей статьи я рассказал вам почему покупать саженцы лучшего производителя правильно перекупщика черча будет и советы которые помогут отличить от перекупщиков хочу заметить что некоторые производители докупают определенный саженцы для ассортимента в данном случае соответственно сортовой зависит от сельского фактора и порядочности ну после этих громких слов мы с вами сейчас вернемся и посмотрим а потом слово туда вернемся и сколько здесь продают и сколько даришь сейчас ладно давайте мы делаем так мы делаем так мы делаем так нам надо попасть на елки-палки как теперь туда вернуться а вот надо было не вылазить отсюда надо было не вылазить а просто о нас давайте посмотрим о нас что они скажут интернет-магазин для меня интернет-магазин это кладбище саженцы в крайнем случае это реанимация когда они стоят в магазине они умирают и вот окажется что их интернет заметьте уже не сад пользу доверим уважением чем заключается все те секрет успеха мы ценим уважаем клиента да где клиент вам деньги предлагает вам взамен огромный ассортимент оперативной обрабатывать получаете достоверную информацию вот тут я за вас цепляюсь итак каталог смотрю я каталог саженцы плодовых деревьев вот они ну и теперь мы посмотрим обычно чаще всего и красивые красивые все выглядят именно абрикосы саженцы абрикосы нажал нажал смотрим подробнее саженцы абрикосы так вот смотрите а его пропускаем я нажимаю на саженец найти и заморусовать еще я вас учу ребята вот это вот саженцы абрикосы так вот давайте а а картинка от меня уплыла сейчас назад вернемся куда нам спешить а вот картинка чуть не уплыла и так на обычно на передний план он и самый красивый самый яркий подробнее так можно считать что это крупный план абрикос видно что он весит в среднем 68 грамм для крыма это не рекорд ладно и давайте посмотрим вход я нажимаю правой мышкой найти изображение в яндексе и теперь будет написано что это вексат сделана фотография у них и вдруг я вижу полезки это белоруссия москва питомник интернет то есть уже якобы питомник москве да еще с такими роскошными вот там уже стопроцентно броню ваш еще а вдруг вот из этого количества невероятного это не только на сегодня про петровская область понимаете они есть везде они где-то в мире тополь этот 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 вот брест в общем везде то есть кто-то из них сделал фотографии кто-то были сколько и так вероятно что это ваша ваша фотография будет один два процента но хорошо теперь получается что нам надо возвращаться до шуба вы поделись того себя роду ли да теперь я подозреваю вас в обмане почему достаточно зайти к черный крыльц это между прочим них ухры-мухры должен вырасти в этом самом у вас в этом найти изображение в яндексе 300 меня еще убивает цена это такая цена такая цена вот вернусь потому что мы выдели цену теперь немножко вернемся обратно нажимаем на правую мышку найти изображение в яндексе ну чтож ищем ищем то есть эта фотография на нее предъявлены еще сотня короче откуда дровишки сразу возникает вопрос сколько же если 50 хотите вариантность 1 из 50 и того получается цифра близко к нулю фактически ну и так больше я в это не верю в эти сказки больше я не все значит дальше я могу не смотреть но вот они основные это все я многие помню наизусть вот видите это все из интернета а где ваш сад только имея сад большой сад можно нарезать и руку привить на что парень и ты а вот и получается что вы все это я просто нажайся вот по нас и так у вас магазин я вот смотрите информация вы можете найти у нас я нажимаю на плодовое я пытаюсь опять попадаю сюда где был а где информация давайте листаем до конца а вот она и каллика колновидная я нажму на колновидное чтобы до конца развеете это самая веру в то что можно купить по интернету что-нибудь видите сален цикла на видной груши делаю официальное заведение я же картиныч утверждаю я точно знаю до всей планете нет для одной колонидной груши вы скажете да вот же она а вы покажите мне показали нет вы меня показали это что колонна я вижу полторы груши ладно нажал колновидная груши иди она и тут я вижу три груши только одну грушу груши колы где видно что накануне вам что даже трудно было ветку вот такую найти ветку случайную которых это у меня столько меня сотня фотографий я любой могу за колонну выдать и мне поверят а мне мешает только одно то что раньше называлась совесть вот видите смотрите это та самая знаменитая фотография это фальшивая та самая которая присутствует еще в сотнях но это только груши а вы думаете это все колониды черешни а их нет на планете ни одной черешни вы знаете об этом так людям мозги запутривать разве можно нет на всей планете ни одного колонидного абрикоса а где вы видите на фотографии абрикос это что колонидный а люди поверят что у них каждая ветка будет рядов шипана вот такими плодами третий год уже голая ветка даже крыму ладно проехали теперь возвращаемся к нашим чуть не сказал бараном у нас делают парадами и так получается так спасибо вы как бы делаю соблюдая ну как бы это назвать то ну вроде бы объективность вы в своем сайте учите как отличить саженцы свои от саженцев перегубщика и вы знаете как это делает вам честь но я уже показал людям что у вас саженцы не из вашего сада почему потому что все они с интернета ни одного вашего нет в вашем саду не сделана ни одна фотография вот я ничего не сказал что у вас нету своих что-то может быть яблони с ними лекции спросите продавца чтобы он показал саженцы яблони северенко голден белый орех но дальше еще то что у них кора разная по цвету а вам покажут все одинаково уже обманули то есть вы можете уже избежать обмана второй способ с 5 метров посмотрите коричневодной питомники вот иметь однако формировку крови но тут я не согласен необязательно вот и третий способ дальше идет розы они нас не волнуют задайте продавцы несколько вопросов как ухаживать за саженцами если человек не знает ничего кроме медного купороса среди или вообще советует фантастическим это скорее всего далеко от выращивания саженцы даже можете задать вопрос о солнечном ожоге то есть понятно что убедиться что и так я вам скажу все перекупщики понятно а теперь я вам скажу вот что-то дружище коллега садового не мог добавить первое на всех саженцах включая ваши почему я ваших саженцев не вижу саженца горшка без горшков почему я не вижу пятнышка которая показывает где корневая шейка это основа слов закопали глубже корневой шейкой особенно груши абрикос и нет дерева а люди то простые как им без это без пятнышка на корневой шейке а если он до этого рос тут юг тут север надо обязательно повесить что после продажи человек так же посадил что не наоборот что где северный ветер обжигался с закаленной стороны пусть и дальше обжигает а солнце обжигалось с южной стороны с юго-запада пусть тоже обжигает ну как без пятнышек-то а что вы об этом знаете это первое это не все а спросить откуда от рабички а документы ваш это откуда а дальше еще не все а почему не задать провокационный вопрос я двое заплачу можем позвонили скачать может я приеду и когда вас пошли свежие правда прошусь и поток по почте вот тогда мы только поймете с кем ведь еще несколько пунктов не об этом другой раз вот так продолжать вам следующей серии ну что коллеги давайте это наведите старался порядок делайте так чтобы вот я у нас чтобы здесь было еще страница сажен сами отдавайте лапшу ты мы все знаем причем заметьте я вас еще не поймал забыли сделать фотографию сада запросто забыли сделать фотографию саженцем забыли среди этих советов сказать купили садис минимум пол кроны того иначе он плохо проживаться будет и часть всего погибает вот так вот ну на этом пока все я дальше не могу говорить пришла пора весны целый день саду прививки а вечера вот остатки здоровья только чтобы сказать я не собирался вас ничего говорить коллеги почему смотрите если попробую выйти на нашу на яндекс вот я в яндекс сейчас выйду вот вот видите и вот здесь вот обязательно будут я уже не буду рада все эти фотографии из интернета вот сад огород а это все нормально когда саженцы цветут все нормально а это вы мои фильмы я только я это вот видите сказочек из подмосковья это про то как продают это лапшу вешает просорка профессии которые выращивают из сорокорадусный мороз новосибирский предлагает песчика я должен молчать новосибирский персики предлагает который выдерживает 40 градусов да ни одного не останется уже через год вот это вот все что вы должны знать называется записка зачарованного садовода а канал называется садоводство по железову заходите еще заходите ко мне на мой сайт здесь то проще зайти вам все это надо добавить три слова в яндекс и любого садоводство зашли полидом под язык начали потому что это себе все открытой форме клянусь богом все открытой форме это шушенский район смотрели посмотрели потом вы еще можете попасть ко мне это самые контакты найти меня легко нажали контакты вот мой электронный адрес пишите заказывайте спрашивайте и наконец гостевая книга а здесь самое это сыновные любители но какие самые грамотные это все переписка переписка вот сюда это не стыдно было бы перед этим профессорами академикам сюда как говорится как я говорю академики хоп до кучи самый интеллектуальный самый интеллектуальный интеллектуальная гостевая книга ты и в целом сайт все друзья до свидания я с вами прощаюсь ненадолго это будет очередная серия шоу